всем привет с вами артем если ты впервые попал на мой канал и не знаешь кто я вообще такой тогда рекомендую тебе подписаться на мой инстаграм там ты найдешь очень много интересных фотографий и вдохновения ближе к теме этого видео сегодня вам покажу как с вот такой фотографии сделать вот такую если тебе интересно тогда поехали ну что приступим к работе и сначала нам нужно скадрировать нашу фотографии для этого мы используем инструмент рамках нажимаем вот так на фотографию и я хочу с помощью этого инструмента немножко расширить ее сначала делаем вот так немножко сверху теперь тянем немножко влево и немножко справа но видим у нас появились вот эти черные полосы нам нужно как-то избавиться для этого мы используем инструмент прямоугольное выделение сначала делаем дубликат нашего слоя берем инструмент прямоугольное выделение выделяем вот такую прямоугольную область чтобы немножко растянуть и нам нужно зажать клавиши control t у нас появится инструмент трансформирование и с зажатой клавишей shift мы тянем вот так влево и видим все просто так заполняется и в этом нет ничего сложного делаем мы все то же самое на правой стороне выделяем control t трансформирование тянем вправо и вот мы расширили нашу фотографию без никаких потерь в качестве вот видим что было и что есть отменим выделение далее я хочу убрать вот такие видите пятнышками на спине будем все делать на том же дубликате слоя я буду использовать инструмент заплатка выделяем вот то что нам нужно удалить и тянем на то место на которое мы хотим заменить вот это пятнышко видим все очень быстро делается и в этом нет ничего сложного просто выделяем то что хотим удалить перетягивать то место которым очень заменить я не буду сильно уже вычищать вот это все потому что мы потом будем делать такую дырочку у меня спине поэтому здесь не нужно сильно заморачиваться вот до после далее у меня есть и вот такая фотография небо мы перетаскиваем ее я хочу немножко подменить наше небо потому что она уж сильно пересвечено там нет каких деталей тоже трансформим эту фотографию как нужно и выбираем режим наложения пусть давайте умножение умножение скопируем этот слой чтобы потом можно было отразить и воде с помощью слой маски удаляем все что нам не нужно и с помощью инструмента размытия по гаус ставим его где-то на где-то на 10 приблизительно чтобы не было так заметно что мы его заменили теперь тот слой который мы дублировали отражаем по вертикали размещаем так как нам нужно также с помощью слой маски мы можем удалить все что нам не нужно я здесь наверное поменяю режим наложения на затемнение потому что так не нужно много стильно чего стирать добавляем слой маску и вытеряем вот эти деревья которые остались после наложения выделю вытираем все также делаем размытие ничего тут нужно не нужно менять все так как есть теперь с помощью инструмента перо мы будем делать вот такую дырочку нашей спине ставим точку ставим одну точку и вот так намечаем ту область которую мы хотим вырезать смотрим этим инструментом очень легко работать теперь с помощью другого инструмента выделения узла мы нажимаем вот так на узелок и можем его также трансформировать так как нам нужно тянем как нам нужно так наша душа желает я сделаю вот так пожалуй напомню что делаем все изменения на слой который мы скопировали теперь правой кнопкой мыши нажимаем нажимаем на вы выделить область и ставим здесь ничего не меняем нажимаем ok смотрим нас появилось вот такого выделения и с помощью клавиш control x мы все вырезаем смотрим я отключаю вот этот слой самый первый наш я и добавлю какой-то нибудь цвет что можно было видеть что мы вот здесь вырезали вот видим что у нас появилась вот такая дырка копируем слой который называется ретушь и применяю к нему эффект тиснения вот ставим глубину где-то на где-то на вот то что я поставил и применяем вот такие цвета я их подобрал потому чтобы они более так мини сочетались с цветом тела ставим стиль внутренний скос метод плавные смягчение где-то на 12 размер 13 глобальное освещение вот так все настройки можете использовать такие как у меня и глубину наверное поставлю на 80 вот так мне более нравится вот так вот что у нас пока получилось я создам группу из слоя с неба что потом нам это не мешало и с помощью без инструмента быстрого деления берем на тот слой там где у нас есть водичка выделяем ее и чтобы заместить вместо вот этого коричневого пятна которые у нас получилось мы использовали цвет мы размещаем вот эту область водичкой под наше тело с вырезанной дыркой и вот видим нас получилось вот такой эффект немножко поиграясь с тиснением поставлю направление вверх так более не нравится так перетащим тот слой который мы копировали вверх видим что нас по по краю нашего изображения получилась такая полосочка чтобы нам от нее сдается мы сначала скопировали слой теперь с помощью слой маски вытираем все что нам не нужно так теперь нам нужно создать такую полосочку внутри наши вырезанные дырки и мы просто берем из нашего не затронута слоя инструментом пером а так выделяем ничего не заморачиваемся выделить область радиус то что шоке 0 окей также с помощью клавиш control джей мы копируем вот это что мы вырезали на новый слой теперь размещаем его под слой из вырезанной дырочкой и с помощью инструмента марионеточная деформация деформируем так как нам надо чтобы ее включить нам нужно нажать редактирование там будет марионеточная деформация вот так ставим разные булавки и можем так как марионетку все трансформировать так еще немножко подправлю смотрим что получилось теперь с помощью вот таких вот с помощью слоя кривые я хочу затемнить вот эту полосочку и нашему на вот эту иконку чтобы все изменения применялись только к этой полосочке тянем немножко вниз ставим точку тянем вниз вот так так это уж сильно и я хочу убрать насыщенность также ставим вот эту иконочку чтоб все применялись только на эту полосочку объединим это с предыдущим слоем чтобы оно нам не мешало так есть вот что у нас получилось так еще немножко хочу подправить мне не сильно нравится вот так просто ставим разные булавки как нам нужно так еще немножко вроде все так теперь нам что нужно нам наверное нужно прорисовать тень создаем новый слой выбираем инструмент кисть ставим непрозрачным где-то на 36 может меньше 35 и мягкой кисточкой жесткости 0 процента вот так проводим под по слою над слоем точнее с этой полосочкой таким образом мы создадим вот такой объем так немного уменьшим непрозрачным слоем где-то на 80 процентов есть теперь меня есть фотография с руками также берем инструмент быстрое выделение быстрое выделение выделяем вот вот так наши руки смотрим что там сверху стоял плюсик возле этого инструмента выделяем нам сейчас не сильно важно что там все все ли не все выделиться клавиши control j мы все копируем и перемещаем на нашу основную фотографию есть теперь нам нужно как-то засунуть эти руки в саму дырку для этого размещаем слой с руками немного трансформируем сначала его так смотрю подходит или не подходит трансформируем сначала наверное я подотру все что нам не нужно также создаем слой маску здесь наверно жесткость стопроцентную нужно поставить и обычной кистью стираем вот эти такие черненькие грани которые нам не нравятся есть вот эту штучку нужно убрать есть вот что-то стереневое такое мне не нравится далее здесь вот и я думаю все теперь копируем слой то есть выделяем наше тело делаем вот такую штучку и перемещаем руки под эту штучку теперь заводим им телом и садим им сломатку и теряем там где нам не нужно чтобы проявить как бы руки что она выходит оттуда и как бы вот так здесь тоже нужно немножко вытереть обычных из здесь кисточкой по слой маски применим слой маску к слою с руками выберем редактирование и марионеточную деформацию я хочу немножко в левую руку потянуть вверх также ставим булавки тянем вот так вверх как будто она немножко оттуда выходит теперь создадим тень под слоем с руками создаем новый слой по своим руками также берем кисточку из маленькой непрозрачностью рисуем черную тень теперь там нужно немножко над рукой прорисовать делаем все то же самое можем поставить обтравочную маску чтобы все применялось только на слой с руками есть немножко вот эту полосочку среди не хочу так даем слой и залитым 50 процентным серым и выбираем инструмент осветлитель и вот так проходимся по тем местам чтобы усилить вот этот эффект сам эффект вот такого как бы шрама или я не знаю как это назвать и изменяем инструмент затемнение все делаем вот так проходимся по всем частям тела которые мы хотим более подчеркнуть инструмент высветления видим что у нас получается немножко вот здесь пройдемся видим что у нас снизу вот такой не сильно синий цвет поэтому стиль новый слой пипетку выбираем синий цвет кисточку кликаем и меняем режим наложения на цветность вот что у нас получилось теперь осталось сделать цвета коррекцию вот теперь кректировочных слоях выбираем выборочные коррекции цвета красные я не знаю что тут сделать сначала желтыми вот так смотрите какие у меня ползунки тут немножко ускорю все вот так немножко с голубыми создадим новый слой чтобы усилить этот эффект немножко с синими поработаем если бы делать подобную фотографию вах у вас подобные вот такие цвета можете использовать те самые настройки которые у меня что желтым черными так теперь создадим инструмент кривые и добавим к нашей фотографии немножко контраста ставим точку посередине посередине снизу посередине сверху и перехочи немножко также вот с этой полосочкой середине может не и немножко затемнить не знаю ну где-то вот так уменьшим не прозрачность чтобы не так темно было так дадим новый слой инструмент кисть берем какой-то желтый цвет и кликаем по вот тем верхушкам деревьев и изменяем режим наложения наверное что на перекрытие вот делаем вот такой оси не эффект немножко порисуем по воде они уменьшим непрозрачный слой где-то на 50 нем новый слой берем обычно белый цвет кликаем вот там вдалеке как будто такая у нас дымка теперь я хочу немного затемнить само небо то есть само небо и отражение в воде не стильно такое вразительное так также сможем создать обтравочную маску которая нам позволяет делать все действия на том элементе на котором мы хотим тянем вот так кривую вниз есть и по травочной маске мы выбираем вытираем все эти зоны на которых мы хотим чтобы применился этот эффект есть тут немножко может еще тут вот смотрим что у нас получилось теперь инструмент цветовый баланс покрутим вот так здесь ползунки немножко добавим синего красного и зеленого тенях также добавим синего что у нас получилось немножко непрозрачностью меньшим теперь снова я использую инструмент выборочной коррекции цвета вот такие настройки еще раз теперь еще раз так создадим новый слой и вот так каким-то голубым цветом кликаем на деревьях и ставим режим наложения позже давайте мне нравится точный цвет немножко уменьшим непрозрачность такое дымка у нас получилось так смотрим вот что также снова я использую инструмент обычной коррекции чтобы сделать желтый более таким оранжевым более осенним есть так снова инструмент выборочной коррекции цвета как вы видите я его много использую поэтому я не знаю может мне не нравится сильно так теперь я хочу немножко усилить насыщенность голубого кликаем вот этот пальчик и тянем насыщенность плюс порисуем только на участках синим цветом теперь зайдем инструмент кривые вот так в синем канале потянем все эти ползунки чтобы создать более такой тонировочный эффект снова наш любимый инструмент выборочной коррекции цвета так добавим немножко яркости и вот что еще сделаем вот такой оранжевые пятнышко ставим режим наложения мягкий свет наверно и вот тоже сделаем что-то подобное теперь выберем все слои комбинации клавиш control g мы создаем группу и вот что у нас получается дадим копию всех слоев теперь кадрируем я теперь вижу что нам не нужно было наверное расширять нашу фотографию но все же это ничего нам лишнего не дало теперь добавим резкость нашей фотографии с помощью инструмента краевого контраста вот этот слой в режим наложения линейный свет и вот так смотрим как добавляется резкость нашей фотографии ну что как тебе результат если понравилось обязательно поставь лайк не забудь подписаться на мой канал если хочешь больше подобных видео до скорой встречи